Здесь выращивались культуры различные, помидоры, огурцы, картофель. Здесь мы с соседями жили мирно. А теперь земельный участок Леонида Горбунова похож на последствия землетрясения. В 2014 году по соседству с его жильем началось строительство. По словам мужчины, из-за этого его дом оказался демонтирован. Здание находится в долевой собственности. Пенсионерке, которая тоже здесь жила, уже четвертый год обещает новую квартиру. Это территория стройки. Да мне без разницы, ваша стройка. У меня есть документы на вот эту землю. За много лет судебных споров застройщика Горбунов так и не пришли к общему знаменателю. Еще осенью в госинспекции края подтвердили, что объект будет сдан в срок. Леониду и его адвокату непонятно, как застройщик вообще получил разрешение. Директор компании уверяет, что земля Горбунова никоим образом не влияет на строительство дома по молодежной 111. Места якобы и без этого достаточно, чтобы разместить и дом, и двор, и автостоянку, и детскую площадку. Однако год назад суд обязал строительную компанию восстановить демонтированный участок. Застройщик сопротивляется. Решение суда не исполняет. Судебные приставы исполнители железнодорожного района намерены и возбуждают уголовное дело в отношении директора застройщика. Если решение суда исполнено, то к зданию будет плотно поставлен забор. И тогда вход к единственному подъезду в 16-этажном здании будет заблокирован. Жильцам 140 квартир придется научиться преодолевать стены. Когда первый раз у нас здесь начался пожар, очень неожиданно в 5 утра, в воскресенье, Сначала все пожарные приехали и сказали, что тут очевидно, раз у вас в огороде строится 16 этажей дом, то тут как бы понятно. Но после каких-то определенных, возможно, звонков выяснилось потом уже, что пожарные уже решили, что уже теперь все-таки виновата проводка. В доме раскуплены практически все квартиры. До сих пор непонятно, что делать жильцам, если решение суда спустя год все же исполнят. Сдать дом должны в конце весны. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости.